Меня зовут Татьяна Калашникова, я из Иркутска. Открыла я свой салон 5 декабря 2020 года. Он работает уже 7 месяцев. Татьяна, скажите, почему вы решили приобрести франшизу, а не открыть салон независимой розницы и работать напрямую без управляющей компании? Ну, во-первых, для меня это достаточно новое управление. Раньше я работала все-таки больше наемным сотрудником, хотя работала в продажах очень долгое время. И также у меня был опыт не совсем удачный, одиночного магазина, который меня ни к чему, по сути, не привел. Поэтому я все-таки выбрала работу в команде. Для меня это более интересно и перспективно. Татьяна, а вас никак не смущает наличие роялти во франшизе? Ну, роялти, он используется в наше благо. Все съемки, маркетолог и СММщик, то есть это все входит в роялти-платеж. Поэтому меня это все полностью устраивает, потому как, если бы я самостоятельно нанимала данных специалистов, я думаю, что это вышло мне около 150 тысяч в месяц. Татьяна, как вы открывались в достаточно непростое время, весь этот год, связанный с пандемией. Вот как это было для вас? Ну, опасения, конечно, были. Я принимала решение уже летом 2020 года, было послабление. Но, тем не менее, я знала, что если наступит такое время, когда нас снова все закроют, я думаю, в данном направлении можно работать дистанционно, то есть не обязательно работать офлайн. То есть вы увидели в этом преимущество, да? Да, конечно, безусловно. И тем более сейчас мы уже не стоим на месте, и развиваются торговые отношения. Поэтому очень часто люди не любят приходить лично, а любят, допустим, покупать что-то, ну, вообще все практически через интернет. В этом проблем нет. Татьяна, как вы оцениваете результат бизнеса? Оправдались ли ваши ожидания или же не оправдались? Как вы вообще оцениваете перспективу дальнейшего своего роста, развития? Какие у вас личностные ваши ощущения? Ну, в личном плане, безусловно, оправдались, потому что я очень выросла как специалист, изучила новое направление, очень грамотно я получила обучение в вашей академии. Поэтому я очень довольна своим личным результатом, и в направлении обучения постоянно идет развитие. То есть мы не стоим на месте. В плане финансово, ну, наверное, я думаю, об этом еще рано говорить, потому что открылась я сравнительно недавно, в любой бизнес, чтобы он эффективно работал уже на прибыль конкретно. Ну, я думаю, что полтора года, полтора-два года на это нужно. Ну, я вижу перспективу, поэтому я не переживаю, что у меня что-то вдруг пойдет не так. Очень часто спрашивают, говорят, вот классно, во франшизе уже всему научили, все показали, рассказали, вы уже бренды все знаете. Не было ли мысли выйти? Нет, у меня не было. Не было за 7 месяцев, у меня таких мыслей не было. Если у меня возникнут такие мысли, я в первую очередь говорю с вами, как от них избавиться. Спасибо большое, Татьяна. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!